Бисмилляю рахмани рахима, саламу алейкум и рахматулах. Отец братьев Тимурзиевых обратился к Рамзану Кадырову с просьбой, чтобы тот выдал ему тела его двух сыновей. Напоминаю, что в декабре 2020 года два брата-близнеца, Хасан и Хусейн Тимурзиевы, напали в Грозном на ППСников. С ножами напали, в ходе этого нападения был убит один из ППСников, а также один из братьев. Второй же брат, будучи раненым, попал в плен кадыровцам и после этого в застенках кадыровских тюрем был запытан и убит впоследствии. Также тогда же были забраны, похищены тот же отец братьев Тимурзиевых, их мать и даже их 20-летняя сестра Зарета Тимурзиева. И сегодня, ну как сегодня, пару дней назад их отец обратился к Рамзану Кадырову, чтобы тот вернул, с просьбой, чтобы тот вернул тела его сыновей. Там он ссылается на то, что так требует ислам, чтобы их похоронили. Там также он говорит, что если бы была его воля, то он бы никогда не позволил своим сыновьям убить кого бы то ни было, будь то мусульманина, либо не мусульманина. То есть, по сути дела, он так очень мягко, очень красиво просит Рамзана Кадырова, чтобы тот вернул тела его сыновей. Мы помним, как Рамзан Кадыров не хотел отпускать их самих, то есть его самого, его жену, его дочь 20-летнюю Зарету Тимурзиеву. И в итоге их отпустили. И было сказано, подчеркнуто, что якобы эта девочка, вот эта 20-летняя, она якобы была чуть ли не соучастницей. Она была в курсе всего происходящего. Но из-за того, что Рамзан Кадыров является великодушным человеком, ей все простили и отпустили. Конечно же, все это чушь полная. Мы это все понимаем. Но, возвращаясь к просьбе отца, отца братьев Тимурзиеву. Действительно, Рамзан Кадыров, почему ты не возвращаешь тела этих двух братьев? Во-первых, как я уже говорил, мы не знаем, почему они напали на этих ППСников. Вся сказка о том, что они якобы присягнули ИГИЛ и тому подобное, все это высосано из пальца. Потому что факта присяги вообще нет. Та аудиозапись, которая была, там говорится, что один из братьев, кстати, не другой, а только один, что он рассуждает о жизни, о смерти. То есть такое философское. Там вообще слова нет о присяге. Вообще слова нет о присяге ИГИЛ. И та фотография, где они якобы были на фоне ИГИЛовского флага, также очень сильно вызывает сомнения. Потому что многие увидели в этом фотомонтаж. Это было сделано только после прошествия нескольких дней. Только потом они это выложили. Им нужно было пару дней, чтобы приготовить все эти монтажи, а потом выложить. Поэтому это тоже очень важный момент. У нас нет доказательств на то, что они даже были участниками этой ИГИЛа. А то, что ИГИЛ там берет на себя, не берет, это понятное дело. Извиняюсь за выражение. Птичка где-то воздух испортит. ИГИЛ всегда на себя это берет, лишь бы казаться такой могущественной организацией. Мы это понимаем. Также нужно отметить тот момент, что террористами здесь являются кадыровцы. Террористами здесь является вообще российская оккупационная власть, которая похищает, убивает, расстреливает людей, фабрикует уголовные дела и так далее и тому подобное. И что касается теперь этой просьбы отца вернуть тела его сыновей. Она обоснована, она полностью обоснована. Во-первых, его сыновья, они террористы. Нет доказательств, что они были террористами. Но есть доказательства, что вся российская оккупационная система на Кавказе, она террористическая. И все кадыровцы являются экстремистами и террористами. В этом у нас есть полно доказательств. Каждый день похищают, убивают, пытают. Если они не террористы, то терроризма, можно сказать, в принципе не существует. И хотелось бы обратить внимание, что в Европе, когда во Франции парень, чеченец, убил учителя Самуэля Патти, мы помним всю эту ситуацию, Франция выдала его тело. И его похоронили в Чечне. Мы помним это. Почему Франция выдает тела, то есть не мусульмане готовы выдать тело, а так называемые мусульмане тела не выдают. Как это так получается? Почему у не мусульман больше достоинства, чем у так называемых мусульман? Кадыров, выдай тела этих двух ребят. Прояви себя достойно. Ты же говоришь в одном из своих последних роликов, что вот, ичкирийцы должны приехать, если они мужчины, чтобы воевали и тому подобное, но при этом, чтобы они не касались там матерей, жен, сестер, то есть чтобы они их не упоминали. Ты же так говорил в одном из своих роликов, но почему-то у тебя мужества нет взять и решить эту проблему с теми, кто как-то решил провести вот эту вооруженную борьбу. Вот эти два брата по какой-то причине, неизвестной нам причине, напали на ППСников, возможно, у них был ранее конфликт, что абсолютно не исключено. И что вы сделали? Вы похитили его отца, его мать, его сестру. Почему вы похищаете? Ты же сам говоришь. Приезжайте, говоришь. Давайте воюйте с нами, говоришь. То есть, во-первых, ты подстрекаешь на военные действия. И когда кто-то решается взять оружие в руки, чтобы себя защитить, то есть в рамках самозащиты, в рамках самозащиты, против вашей преступной системы, чтобы его не пытали, не похищали, чтобы оставили в покое его родственников, и он берет в руки оружие, вы мало того, что его убиваете, вы делаете из него террориста. Вы не говорите, вот он достойно поступил. Вот он поступил как мужчина. Мы говорили, чтобы мужчины пришли и доказали, что они мужчины. И вот он пришел. Но вы не говорите, что он мужчина. Вы начинаете его проклинать. Мало того, вы начинаете забирать его родственников, его сестер, братьев, жен. Забираете его дочерей, тетю, бабушку, женщин. Начинаете их оскорблять, пытать, материть. Как, к примеру, вы угрожали родителям Татаева Акрамана. Как вы, к примеру, угрожали его жене, материли ее прямо перед самим Акраманом. И как вы после этого можете вообще требовать от людей, чтобы кто-то не упоминал ваших женщин и так далее. Честно говоря, я против того, чтобы упоминать чьих-то женщин. Если, конечно, эта женщина не замешана в каких-то преступлениях. У меня свои взгляды, у меня свой подход. Но чья бы мычала, как говорится, вы похищаете, убиваете, насилуете, пытаете женщин. Вы их оскорбляете. Вы перед мужьями, перед их братьями, отцами их бьете. И как вы после этого вообще можете говорить о каком-то достоинстве, о чести, о благородстве. Не вам об этом говорить, Кадыров. Не вам. У вас нет ни достоинства, ни чести, ни религии. Нет у вас ничего. Вы преступники. Вы фанатики религиозные, которые выносят всем подряд такфиры, говорят, что если этот человек не на вашем религиозном понимании, что он не мусульманин, что его можно убить, и его нужно, говорите вы, что его нужно убить. Ваши ФСБшники, ваши преступники, тот же Ильяс или Хизир, который пытался через женщину отравить Хасана Халитова, говорит, в своем аудиозаписи, в своей аудиозаписи, говорит, что они, говорит он, о Хасане Халитове, они враги ислама, говорит, его нужно убить. Вы себе это представляете? Если я себе сегодня позволю сказать, враги ислама, и кого-то нужно убить, и при этом даже если я не предприму никакую попытку, меня сразу же запишут в террористы. Мы все это понимаем. Но на ФСБшников, на кадыровцев, это почему-то не распространяется. Они могут говорить, что кто-то является врагом ислама, и что его можно убить. И мало того, они это не только говорят, они предпринимают конкретные попытки, они предпринимают конкретные действия, направленные на осуществление своего грязного, преступного, фанатичного хариджитского плана. Вы хариджиты, вы самые, что ни на есть хариджиты, Рамзан Кадыров, Исалах Межиев, и Шахидов Адам, и так далее. Вы все являетесь хариджитами. Вы являетесь хариджитами. Вы преступники. Вы такферисты. Вы религиозные фанатики. Готовые убивать всех подряд. Вы говорите о ИГИЛ. ИГИЛ вам завидует. ИГИЛовцы вам завидуют, Рамзан Кадыров. Вашей изощренности и вашей жестокости. Поэтому не вам говорить о ИГИЛ или о кем бы то ни было. Вы являетесь преступниками. Так что отдай тела этих двух ребят этому человеку. Покажи, что ты хотя бы чуть-чуть способен на какое-то человеческое мужское поведение. Отдай этих ребят этому человеку. Отдай их. Ты уже все с ними уже сделал. Террористами являетесь вы, а не они. Отдай эти тела. Вася-саламу алейкум ва-рахматуллахи ва-баракатуху.